И одесские спортсмены выиграли 7 медалей на чемпионате Украины под Хэквондо. В Харькове среди взрослых чемпионом стал студент Одесской юрокадемии Ростислав Лысяк. Теперь он выступит на чемпионате Европы в Польше. Подробности этих побед в сюжете Дмитрия Богомолова. Студенту Одесской юрокадемии Ростиславу Лысяку 19 лет. Он еще может выступать среди молодежи, но уже побеждает сильных соперников во взрослой категории. Золото в Харькове позволило Одесситу войти в сборную, а это хорошая заявка перед Олимпиадой. Провел 4 боя. Было довольно-таки сложно, особенно мой третий бой, потому что я встречался с тоже мальчиком со сборной команды и выиграл в один балл у него. После этого я вошел в финал и уверенно одержал победу в счетом в 7 баллов разрыва. Тхэквондо – олимпийский вид спорта. Одесситы уже около 10 лет борются за олимпийскую лицензию. И именно на молодые таланты сегодня делается ставка. В Одессе произошло очень большое значительное омоложение команды, поэтому результат брали по ходу пьесы уже. Вы знаете, нормально получилось выступить на чемпионате Украины по взрослым. У нас Ростислав стал первым, три третьих девочек, на которые немножко ставили ставки, стало третьим. Получается, хотя на прошлом году была вторая по молодежке и вторая по взрослым, но вид спорта не стоит на месте, он прогрессирует. Среди одесских спортсменов есть те, кто прокладывает путь к победе даже через травмы. Впервые я отобралась на мировые соревнования в прошлом году по кадетам. Я съездила на чемпионат мира, там провела три боя. И первый раз было очень тяжело, правда. Мне даже руку выбили, но я все равно прошла дальше. Меня вообще хотели снять сначала, чтобы не травмировать дальше, но я дальше пошла. И тяжело было, да, но я старалась убирать, старалась дальше до конца пройти. Мне не хватило буквально пару баллов, чтобы пройти за медаль. Ростислав Лысяк учится на факультете гражданской хозяйственной юстиции Одесской юрокадемии. Этот вуз обладает современной спортивной базой и традиционно предоставляет все необходимые условия для развития спортсменам. Студенты вуза завоевали более сотни медалей высшей пробы. Они – гордость не только университета, но и города, и страны. В университете поддерживают, они всегда выкладывают ролики, публично это все выставляют, чтобы люди знали, что есть спортсмены в университете. Сергей Васильевич, он всегда в курсе всех событий и следит за спортом в нашей академии. Есть вузы, которые содействуют в возможности нормальной подготовки. Мы с юрокадемией работаем очень давно уже, много спортсменов оттуда вышли. Был Гусаров Григорий, который ездил на Олимпийские игры в Лондон. В свои годы, получается, был только год назад, как бы закончил Бондар Богдан. Он закончил тоже юрокадемию, как бы мастер спорта международного класса. Он уже был на протяжении 5-6 лет в ставе сборной команды страны. Случащим, как бы, юрокадемия все время сопутствовала нам возможностям, давала, как бы, нормальную подготовку. Чемпионат Европы состоится в середине лета в Польше. Перед этим одесские спортсмены планируют отправиться на международный турнир в Люксембург. Редактор субтитров А.Семкин